Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И мы обратимся сейчас к книге пророка Исаии. Прежде чем говорить о тексте первой главы, нужно заметить некоторые важные вещи. Во-первых, книга пророка Исаии, чрезвычайно важная, довольно большая, занимает совершенно особое, своеобразное место в корпусе писания Ветхого Завета. Тем не менее, представляет собой такой продукт, в общем, коллективного творчества. Участие в составлении этой книги принимали несколько людей, очень-очень разных. Во-первых, две главные, основные части этой книги. Первая, в которую входят с первой по 39 главы, составлены пророком, которого по традиции называют Исаии Иерусалимским, который жил около, ну, где-то во второй половине в конце VIII века до Рождества Христова. Ориентировочно дату рождения этого пророка, которого звали Исаией, и жившего в Иерусалиме, называют, ну, приблизительно 765 год в качестве такой даты. Начало его служения примерно в 740 году, до Рождества Христова, и продолжалось оно до, по-видимому, до конца VIII века. В основе второй части книги с 40 по 66 главы труды совершенно другого человека, которого по традиции именуют Исаией Вавилонским, хотя у нас даже нет никаких указаний на то, что этого человека и в самом деле звали Исаией. Исаия Вавилонский жил в середине, во второй половине VI века до Рождества Христова, на добрых два столетия, позже своего иерусалимского тезки и предшественника. Кроме этого, возможно, что заключительные главы книги пророка Исаии были написаны еще одним пророком, возможно, также носившим имя Исаия, а может быть и не носившим его. Кроме того, в этой книге явственно чувствуется рука редакторов и составителей, потому что, согласно мнению исследователей, как, впрочем, и согласно преданиям, пророк Исаии Иерусалимский, автор первой половины книги, записывал свои проповеди, свои видения, записывал то, что открывал ему Господь, но впоследствии его ученики, а у него было немало учеников, так вот, его ученики составили тексты в книгу не в хронологической, а в некоторой тематической последовательности. Это тоже, в общем, надо иметь в виду, потому что композиция первой половины книги, по крайней мере, скорее дело рук безвестных учеников, пророка. Впрочем, заметьте, что нередко исследователи Библии таких людей называют боговодохновенными редакторами, потому что они действуют не просто наобум, или так, как им пришло в голову, а тоже в молитве, прислушиваясь к голосу Духа Божьего, совершают свою редакторскую работу. Еще два слова надо, наверное, сказать о времени, когда разворачивается служение пророка Исаии. Вот вторая половина и конец VIII века до Рождества Христова, время, когда звучит проповедь других пророков первого поколения, современниками Исаии были чуть раньше Амос и Михей, а также пророк Осия. И это время трудных военных обстоятельств, каких-то политических перипетий на Ближнем Востоке. Народ Божий в это время разделен на два царства, северное или Ефрем и южное или Иуда. Вокруг множество довольно мелких и не слишком сильных государств, которые то враждуют друг с другом, то вступают в союзы. По периметру этого пространства, собственно, существуют две, как мы бы теперь сказали, сверхдержавы. Это Ассирия на севере и Египет на юге. Крупные и довольно хорошо организованные страны, обладающие сильными и многочисленными войсками. Ну и вот правители разнообразных частей Палестин и окрестных территорий все время вступают в коалиции то друг с другом, то еще с Египтом или наоборот с Ассирией, для того, чтобы сохранить какую-то минимальную самостоятельность или вообще просто жизнь в этом водовороте войны всех против всех. Собственно, несколько таких союзов, которые сами по себе, может быть, и несут минутную надежду израильским царям, но в конечном итоге оборачиваются в зависимости катастрофы. Вот несколько таких союзов, которые израильские, ну да, иудейские цари пытались заключить с окружающими их правителями, вот они стали, собственно, формальными темами для выступлений пророка с его проповедями. Тем не менее, все же при составлении книги в первую ее часть, в первые пять, пожалуй, глав составители вынесли, собственно, нечто другое, другие мотивы, другие акценты в проповеди пророка Исаии. Политические вот эти все вещи, они как-то здесь отступают на второй план. И вот если мы обратимся к первой главе, мы увидим, что она содержит совершенно потрясающие высказывания, очень горькие на самом деле, очень болезненные. Ну и еще и к тому же нередко мы увидим, как эти слова превращаются буквально в поговорки, настолько общим местом в человеческой истории становится все то, о чем говорит пророк Исаия. Итак, вот смотрите, первая глава, собственно, прямая речь пророка, которую он произносит от лица Господа, начинается со второго стиха. И вот Господь говорит, обращаясь ко всему мирозданию, слушай небо и внимай земля, потому что Господь говорит. Вообще говоря, так было принято, обращаться вот ко всему, что, собственно, в глазах и пишущего, и читающего в первую очередь говорило о глобальном вселенском масштабе Господа Вседержителя. И вот Господь говорит, я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Ну и поскольку в библейской поэзии чаще всего одну и ту же мысль принято хотя бы два, а то и три раза повторить с вариациями, еще один вариант того же самого. Вол знает владителя своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Вот Бог говорит о том, что у него есть некие, если хотите, суверенные права на послушание народа Божьего. Народ Божий, как мы знаем из преданий о сотворении мира, об Аврааме, об Исходе, этот народ Божий возник не сам по себе, он существует только потому, что Бог этого захотел. В противном случае, без вмешательства Бога, этот народ давно погиб бы в египетском рабстве. Ну и вот Бог, повторю, предъявляет некоторые права, говорит, это мой вол, я хозяин, это мой осел, я господин, я воспитал и возвысил сыновей, говорит он о народе Божьем, а они возмутились против меня. Народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибели, оставили Господа. Таким образом, Бог через пророка Исаию и его, конечно, учеников, которые трудились в его школе, помогали, возможно, ему в его проповеди и сохраняли его речения. Вот через этих людей Бог говорит своему народу, вы племя злодеев, вы оставили Господа. И пророк свидетельствует о том, что, собственно, именно поэтому так трудна жизнь, так опасны судьбы этого народа. Именно поэтому, потому что они отступили от Господа, подвергаются они разнообразным несчастьям и страданиям. Сетывание людей, которые как тогда звучали, 28 веков назад, так и сейчас, звучат точно так же в разных народах, в нашем в том числе. Это сетывание на несправедливость Бога, что он там прогневался на нас беспричинно и вообще каким-то образом самодурствует. И поэтому у нас там не урожай или враги, или нашествия инопланетных, или что-нибудь еще. Вот пророк говорит о том, что это вы племя злодеев. В этом вся причина. Что еще можно сделать, что может сделать Бог для того, чтобы достучаться до людей? Вот потрясающий совершенно пятый стих. Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчакло. Бог говорит, ну вот что с вами можно сделать? И одни нападали, и другие, и народы из-за Меордана, и народы моря, и Осирии, и Египет, и что еще только не происходило. Но вы продолжаете свое упорство. Во что вас еще бить? Во что вас еще бить? Что с вами можно сделать? Понимаете? И, в общем, конечно, за этой горькой интонацией слышится мысль о том, что, ну, если уже больше ничего нельзя сделать, ну, значит, остается только что? Оставить народ, расторгнуть завет? Ну, это не тот путь, по которому мог бы пойти Господь. И вот он говорит, вы остались одни, все у вас разрушено, от подошвы ноги до темени головы нет здорового места, земля опустошена, чересена, как шалаш в огороде. Если бы Господь Саваоф не оставил нам, говорит пророк, небольшого остатка, мы были бы то, что с Содом и уподобились бы Гоморье. Главным образом, гораздо больше всего остального, и здесь важно вот это слово, небольшой остаток. Дело в том, что одна из основных идей, которыми пламенеет сердце пророка Исаии, которыми он вдохновляется и которую он пытается донести до читателя, это представление о том, что Бог оставит некоторый небольшой остаток Израиля. Не будет уничтожения, гибели, истребления всего народа целиком, даже если этот народ это заслужил. Не будет этого, останется небольшой остаток. Если бы не это, то, говорит пророк, мы погибли бы, как Содом и как Гоморра. Ну и обратите еще внимание, конечно, что среди тех, кто читает Библию, в большинстве случаев все-таки кара Господня, постигшая Содом и Гоморру, выглядит, конечно, жестокой, но вполне заслуженной, потому что они действительно извратили все, что можно извратить, самую человеческую природу, самое понятие о благе и зле. И вот символом, символом именно заслуженной кары Божьей, заслуженной, так сказать, добровольно выбранной являются Содом и Гоморра. И вот смотрите, что говорит Господь через Исаию князьям народа Божьего. Слушайте слово Господне, князья садомские. Но дело не в одних князьях, не они только виноваты. Внимая закону Бога нашего, народ гоморрский. Таким образом, в первой части этой главы пророк свидетельствует о том, что злодеяния народа Божьего, как князей, так и народа, они, в общем, превзошли всякую меру. И уже их не вы что бить, уже все, наверное, или почти все средства, которые возможно были, чтобы достучаться до народа Божьего, Бог использовал. И все это не дало результата. Теперь, дальше, вторая половина, ну, или, может быть, две трети первой главы, чрезвычайно важное тоже откровение, касающееся религии народа Божьего. Причем, обратите внимание, что стихи с 11 по 31 могут быть совершенно спокойно вырваны из исторического контекста и помещены в любую другую эпоху, в любую другую среду, в любой другой народ, где люди пытаются чтить единого Бога. Поэтому, там, к нашим временам или к раннему средневековью, или к веку просвещения где-нибудь в каком-нибудь европейском контексте, да, все это может быть отнесено практически слово в слово все те мысли, которые говорит Бог во второй плане главы. А мысли, прямо скажем, чрезвычайно пугающие. И в то же время, знаете, я бы сказал, ставящие мозги на место. Потому что вторая плейна первой главы с 11 стиха это такой суд над религией на самом деле. Вот смотрите, Бог обращается к этим людям беззаконным, называет их князьями садомскими и народом гоморским и говорит, зачем мне все эти ваши жертвы? К чему мне множество жертв ваших? Ну, там, допустим, мы сегодня не приносим кровавых жертвоприношений Богу нашему, но очень часто думаем, что наши какие-то усилия денежные, скажем, дары мы ведь тоже называем пожертвованиями и так далее. Вот эта логика, что мы там жертвуем что-то такое Богу, и он должен быть страсть как доволен этим обстоятельством. Эта логика в нас присутствует точно так же. Мы сооружаем что-то гигантско-капитальное, невообразимо громадное, там, украшаем какими-нибудь своеобразными куполами и драгоценной мишурой, думая, что Господь прям страсть как умилится и будет радоваться, что мы отдали Ему такую большую территорию и так много кирпича. Бог говорит, зачем мне множество жертв ваших? И вот потрясающие, драгоценные слова 12 стиха. Когда вы приходите являться перед лицом мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Но мы-то привыкли ведь думать, что это Бог от нас требует, что Бог требует, чтобы мы ходили, Бог требует, чтобы мы там совершали какие-то подвиги, вычитывали какие-то тексты, выстаивали какие-нибудь там длинные службы, являлись во дворы Господни для каких-то целей, участвовали, не знаю, в процессе торжественных. Когда вы приходите пред лицом мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Еще ведь слово-то какое, понимаете, речь сразу представляешь себе аккуратно выметенный и чистый ровный двор Божий, который мы приходим грязными башмаками только попирать и осквернять. Кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Мы думаем, что мы там вот пришли на какие-то, не знаю, службы, положенные по уставу, о котором мы не думаем и вопрос целеполагания вообще боимся поставить. А кто от нас требует, чтобы мы топтали дворы Дома Божьего? Зачем мы все это делаем? И вот Господь говорит, не носите больше мне этих всех ваших подарков, эти ваши курения, праздники, терпеть не могу, терпеть не могу, говорит Бог, ваших праздничных собраний. Почему? Ну, потому что чего праздновать, когда беззаконие торжествует в жизни? Вот, оказывается, в чем все дело, беззаконие и празднование, терпеть этого не могу, говорит Бог. Оказывается, мы своим лицемерием, своей магией, в общем, вызываем у Бога отвращение. И это поразительно, это то, что очень надо прямо помнить, знать наизусть. Прежде чем совершить любое религиозное телодвижение, ты обязан вспомнить эти слова. Праздники ваши ненавидит душа моя, они бремят для меня, мне тяжело нести их, потому что мы оскорбляем Бога нашего. Вы простираете руки ваши, я закрываю от вас глаза, и когда вы умножаете моление ваше, я не слышу, говорит Бог, как будто вот прям он зажмуривает глаза и зажимает уши, чтобы не слышать вот всю ту чудовищную, лицемерную трепотню, которую мы пытаемся Богу в уши влить. И еще раз повторю, это относится к 2021 году ровно так же, как к 740 дождества Христова. Почему это так? Бог говорит вот что. Вы умножаете моление ваше, я не слышу, потому что ваши руки полны крови, потому что поступки, деяния наши в нашей обыденной жизни, направленные на то, чтобы ограбить, унизить, обмануть, попрать достоинства наших ближних, тех людей, с которыми мы живем в одном времени и пространстве, вот все это кровь на наших руках, которая закрывает уши Бога от наших молений. И мы можем хоть, ну не знаю, обтрепаться языком и по сорок раз вдоль, поперек и в разбивку прочитать какой-нибудь толстенный молитвослов «Ваши руки полны крови», и значит Бог не слышит нас. Вот, ну конечно, за прошедшие 28 веков богословы, извиваясь как уж на сковородке, напридумывали разных объяснений, как бы можно было бы эту прямую мысль обойти, но мысль прямая, ваши руки полны крови, я вас не слышу, говорит Бог, и не буду слушать, и ненавижу вот это вот все, вот то, что вы мне приносите. Либо мы угодны Богу с достаточно простой религиозностью, либо мы можем делать все, что угодно, и Бог нас не услышит, если наши руки полны крови. И вот он говорит «Омойтесь, очиститесь, удалите злое деяния ваших от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову». И это тоже актуально сейчас ровно так же, как и тогда, потому что мы не умеем делать добро, не учимся этому, не спасаем угнетенных, и не заступаемся за сироту и вдову. Вот собственно и все, и на самом деле дальнейший разговор о религии в сущности будет чистым повторением. И вот Господь говорит, когда вы научитесь с чистыми руками, не обогренными насилием, не обогренными кровью творить добро и защищать сироту и вдову, тогда приходите, вот тогда приходите. И он говорит о прощении, если будут грехи ваши как багряная, как снег убелю, если захотите и послушаетесь, будете вкушать блага земли, если же отречетесь и будете упорствовать, меч пожрет вас. Вот выбор, выбор, который Бог предлагает. Обратите внимание, библейское пророчество это не нечто во вкусе таком нострономическом. Бог не говорит, что тогда-то и тогда-то ни от чего независимо в такую-то дату вам карачун. Нет, Бог предлагает выбор и говорит, если захотите и послушаетесь, вы получите благословение Божье и будете вкушать плоды земли. Если отречетесь, меч пожрет вас. Да, меч это жестоко, да, это страшно, да, это мучительно, но это наш выбор, а не Божий. Это не какая-то случайно без причин свалившаяся кара, это наш выбор, это мы его выбрали. Понимаете, и когда общество разваливается, все целиком сверху донизу, когда, ну, как это было, к примеру, в нашей истории, да, конца 19-го и всего практически 20-го века, вот все эти катастрофы, реки, крови, голод и все страдания, которые мы отлично все помним, ну, вот, а что мы выбрали? Мы склонны были обвинять Бога в несправедливости, а на самом деле, конечно, вот как и здесь, отречетесь и будете упорствовать, не будете спасать угнетенного, не будете защищать сироту, ну, вот будет вот так. И несколько раз подряд в поэтическом строе последних стихов главы повторяются эти обличения, Господь говорит, вот была когда-то верной столица царя Иезекии, столица Иерусалим, правда обитала в ней, а теперь в ней обитают убийцы, князя твои, законопреступники и сообщники воров, все они любят подарки и гоняются за мздой. Ну, вот это ведь так? И, в общем, если мы пытаемся при помощи Слова Божьего заглянуть в собственное будущее, то все написано русским по-белому. Князья, сообщники воров любят мзду, ну, и вот будет поэтому отмщение от Бога. Тут, как говорится, к бабушке не ходи, все напрямую сказано. Не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них, значит, они противники Бога. Вот, что говорит здесь Господь, сильный Израилев, Господь Саваоф, я удовлетворю себя над противниками моими, отмщу врагам моим. Кто такие противники? Те, кто любят гоняются за мздою и не защищают сироты. Вот, собственно, и все. Как мы становимся противниками Бога? Вот так. И обращу на тебя руку мою, как в щелочи, очищу с тебя примесь. Чуть выше пророк сравнил народ Божий с серебряным слитком, в котором множество изгорей, множество примесей свинцовых в первую очередь, которые делают это серебро непригодным, ни для чего. И вот Господь говорит, как в щелочи очищу с тебя примесь, и тогда буду поставлять тебе судей и советников. Буквально еще двумя столетиями позже Исаия Иерусалимского этот образ серебра очищаемого переплавкой и ковкой, то есть выжиганием и молотком этот образ будет использовать также пророк Иезекииле. Здесь вот он говорит, я очищу как серебро от примесей, и вот остатком собственно будет именно это очищенное. И тогда говорит Бог, буду поставлять тебе судей и советников, и Сион спасется правосудием, обратившиеся сыны его правдой. Значит, в глазах Бога и в том, как слышит его и видит это все Исаии Иерусалимский, уже нет картины такой выпиющей тотальности, когда отдельные персонажи, там, князья или еще кто-то, или безжалостные, которые не заступаются за сироту, простолюдины, да, вот там согрешили и изводят вообще сразу всех. Нет, обратившиеся сыны Сиона спасутся правдой. Таким образом, речь идет о выборе не только историческом, не только выборе там этнокультурном, что выбирает там племя, государство, этнос, это выбор личный, личный выбор каждого. И пророк говорит, и оставившиеся Господа истребятся, и тогда сильный будет отрепьем, делая его искрой, а Хион спасется правосудие. И вот удивительно, конечно, как мало меняется в нашей истории, что вот эта поразительная глава, первая глава книги пророка Исаия остается до такой степени актуальной по сей день. Исаия